Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас блюдо, которое никогда не было на моем канале, но было просто куча запросов. Это уйгурское блюдо, которое называется лагман. Наверное, чаще, чем это блюдо, я не видела в комментариях. Но все, что-то мы с мамой никак не смогли готовить. То рецепт не тот, то еще что-то не так. В общем, сегодня мама приготовила, наложила мне просто кучу. Я не уверена, что это я смогу съесть, потому что здесь очень много. Это, вы просто гляньте, огромная порция. Почти все, что она приготовила, наложила мне. И посмотрим, сколько я смогу съесть. Так как это блюдо часто запрашиваемое, я думаю, что вам понравится. И в дальнейшем понравится и мне. Я буду снимать для вас его частенько. Попробуем. Я пробую впервые. Необычненько. Вкусно. О чем я хочу сегодня с вами поговорить? О погоде. Погода просто ужасная, ребят. Такое ощущение, что на улице ну минимум-минимум ноябрь. Настолько холодно, представьте. Вы просто не представляете, как холодно. Для нас тем более. У нас выключено было отопление. Сейчас мы его включили. Уже крайние меры. В мае включаем отопление. Вся зима была такая, знаете, теплая. И тут бац в мае. Я не удивлюсь, если сейчас пойдет снег. Прикиньте, снег в мае в Баку. Это, конечно, нечто. Планировали сегодня с Шелли увидеться. Хотели пофоткаться. Но, как всегда, когда мы договариваемся, мы никогда не смотрим прогноз погоды. Забыли. Наша встреча перенеслась на завтра. Потому что у Шелли, наконец-то, отпуск. У нее такая работа, господи. Она просто, мне кажется, замужем за свои работы. Трудяга. Конкретная трудяга. Когда я своему дверному брату рассказала про то, что у меня подруга такая трудяга. Она такая умница. Она такая... Приходит домой, даже работает. То есть, настолько преданный человек к своей работе. И мне брат такой сразу сказал. Надо ее переманить к нам в компанию. Я позвонила Шелле, предложила ей работу. Но потом она сказала, нет, я не могу оставить здесь работу. Не могу подвезти людей и так далее. Господи, как это вкусно, ребят. Извините меня, Казахстан, но это вкуснее, чем без шпармах. Это очень вкусно. Так вот. Мы предложили Шелле. Она сказала, что нет. А я не могу оставить свою работу. Потом мой дверный брат предложил ей совмещать работу свою и у нас. И опять Шелле сказала, что нет. Я работаю там. Это первое ее место работы. И она прям со всей душой относится. И мне кажется, таких сотрудников нужно просто как-то, не знаю, мотивировать, что ли. Какие-то сделать премии или, возможно, какие-то бонусы. Просто вау. Я поняла, что я неправильно всегда кушала эту лапшу. Когда я попробовала лапшу со сливками в этом соусе итальянском, я поняла, что я просто неправильно готовила всю жизнь лапшу. Лакман, конечно, обалденая. Сегодня хотелось бы ответить на один негативный комментарий, который девушка продублировала. Я посчитала ровно 14 раз на одном видео. Я его увидела, хочу ответить. Вопрос задает Анастасия Баку. Интересно, да, Анастасия Баку? Вот смотрю тебя и не понимаю, за что тебя смотрят. Есть куча блогеров, которые начали раньше, чем ты снимать мукбанки. У них аудитория 5-6 тысяч, и их не смотрят. Хотя у них контент гораздо разнообразнее и интереснее, чем у тебя. К примеру, взять даже Инну Судакову. Ты уже почти как она по количеству подписчиков, но контент у тебя неинтересный, очень скучный. Говоришь об одном и том же. И это начинает раздражать и бесить. Почему у кого-то много подписчиков, у кого-то мало? Почему у кого-то больше просмотров, у кого-то меньше? Вы знаете, это регулирую не я, к сожалению, да? Или к счастью. Я понимаю людей, которые, например, недолюбливают меня, любят, например, других блогеров, и им кажется это несправедливым. Но я не делаю ровным счетом ничего. Я не пишу кучу хэштегов. Не упоминаю у себя в хэштегах, например, своих конкурентов. А то, что кто-то начал раньше меня, и у него меньше подписчиков, в этом тоже виновата не я. Если вам кажется мой контент неинтересным, это не значит, что это так. Возможно, вам неинтересно, а кому-то интересно. То есть говорить от имени всех, по мне, неправильно. Потому что, например, летсплей. Для меня это вообще неинтересный формат, а кто-то обожает. Я лично, как зритель, не могу сказать, за что я смотрю блогера. Вот что-то меня цепляет. Меня может оттолкнуть абсолютно все. Я смотрела на уму банкера. Я начала замечать, что она делает вот так. Меня как это оттолкнуло. Я просто не могу смотреть. Видео мне каждый раз кажется, что она так сделает. Тут, мне кажется, несправедливо говорить о том, что у тебя интересно, у кого-то неинтересно, у кого-то меньше просмотров. У тебя больше, ах ты, скотина такая. У меня же нету родственников, которые работают в Google или в YouTube. Там, не знаю, они специально продвигают меня вперед. На мой взгляд, в YouTube все честно. Зайди к корейским мукбанкерам и посмотри у них просмотры. Я вообще там, не знаю, мусор по сравнению с ними, да? Но они снимают настолько круто. У них и звук такой классный. У них и картинка. Их смотрят по всему миру, потому что это не мукбанк. Она не разговаривает. Это возможность привлечь просто аудиторию. Огромную аудиторию просто привлечь. Мне кажется, как таковой конкуренции в YouTube нету. У каждого есть свой зритель. То есть, я выпускаю, например, много видео, и я, например, этим делаю вред, например, другим. Я считаю, это неправильно, это заблуждение. У каждого есть свой зритель. Это, знаете, на что похоже? Мне однажды в комментариях начала писать девушка, потом еще в Instagram начала писать. Потом на пиар-аккаунт Регине. Я давно это было, когда... Когда это было? Ну, полгода где-то назад.